Итак, мы с вами сегодня посвящаем день изучению каких-то основных глубоких механизмов, которые разрушают отношения, которые создают отношения. Понимаете, если вы этим механизмам не будете следовать, я вам не могу гарантировать, что вы будете сохранить свою семью, будете счастливыми в отношениях и так далее. Приходит время и наступает тяжелый период личной жизни. Человек не ожидал, он говорит, у нас же Олег Геннадьевич, у нас все нормально было. Что такое произошло, почему так плохо? Потому что приходит время, и человеку надо отрабатывать свои поступки, которые он в прошлом совершал. В личной жизни мы тоже совершали ошибки, и поэтому приходит время, и наступает тяжело, когда рушится семья, когда люди не понимают, не слышат друг друга, когда ты перестаешь любить человека, или он тебя перестает любить. Понимаете, это неизбежно у всех, вы не избежите этого всего. Это неизбежно. И поэтому нужно, каждый человек должен знать способы, как это все исправить. Как сделать так, чтобы когда тяжелый период наступил, чтобы мы остались вместе. Первое правило, надо понимать, что это тяжелый период, потому что люди думают, что это уже навсегда. Они думают, плохо стало, лучше уже не будет. Это полный бред. Плохо стало, будет лучше. Вот вы заболели, допустим, вы что думаете, все, я теперь уже никогда не выздоровею. Так это бред. Почему не выздоровеете? Заболели, выздоровели. Ну, то есть, так же в отношениях, кто же плохо стал, станет лучше. Почему вот эта идея возникает, лучше уже не станет? Это бред, это незнание, отсутствие знаний. Долго, если плохо, значит лучше не станет. Всякие периоды бывают. Вот, допустим, у вас, девушка, вот, раз, два, три, четыре, четвертый ряд, темные волосы. Вы, да, долго идет период, связан с личной жизнью, уже все, уже не могу, уже все, сколько можно. Так бывает. Но он уже кончается, этот период, скоро будет лучше уже. Понимаете? Вот. Ну, то есть, надо это знать, что бывает тяжелый период, долго, а потом раз, лучше стало. Все такое бывает. Надо это знать. Если вы не знаете, значит, вы разочаровываете, сделаете ложные шаги в жизни. Рубите все, а потом жалеете.